МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите у гэтым выпуску. Подтримка приватной инициативы парламентарии у Гомелли обмерковывают в питании развития малого и среднего бизнеса. Николи не забудем. Сегодня у областном центре проходит всю встречу былых вязню фашистских концлагеров. У летку до бабули. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась этнографичная выстава. У ближайшие 10 хвилин про это и иншее больше подробязно. Сегодня протягивается рабочий визит у Гомель членов постоянной комиссии Совета Республики Национального схода Республики Беларусь по экономице, бюджете и финансах. Парламентарии приехали, ка познайомиться с мясцовыми методами патрынки малого и среднего бизнеса. А головное – выслухать самих предпринимальников, каб зрозуметь, с якими проблемами яны сутыкаются у своей дейности. Сегодня представники постоянной комиссии наведали компании, что працуют на пляцу цы свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Найбуйнейшее предприемство «Алкапак». Яго закарковочная продукция поставляется у больше 20 краин света. А кроме того, вытворчасть дозволяет задоволись потребами мясового рынка. А импортозамещение – это важный аргумент, как развивать беларуский бизнес. Так само парламентарии побывали в Гомельском технопарке. Яго мы – это створать умовы для коммерциализации новоценных идей и не допустить оттоку специалистов за ножом. Спрошенная система податка-обкладания, льготная аренда офисов. Это умовы, которые помогают малому бизнесу стартовать. Але это недостатково. По ранейшому актуальна тема снижения администрационных барьеров и спрашение законодавства. Почас размовы за круглым столом, який отбылся после наведования предприемства, было огучено, что пыльные зрухи у гэтым накерунку уже отбылись. Уже подготовлен пакет очень серьезных документов. Находится на завершающей стадии проект декрета об упрощении. В качестве примеров я хотел бы привести, были проанализированы и собраны воедино, например, все пожарные нормы. Оказалось 586 пунктов. Потом взяли, ну, как говорится, топор, которым отсекли все, что можно передать на уровень саморегулирования. Осталось всего 58 пунктов. Из санитарных норм было 1100, осталось тоже более чем в 10 раз сократили количество. То есть вот о каких идет речь документах. Выдники работы со зворотами грамадзян сегодня разглядели на посаджении Гомельского городского выканавчего комитета. В первом поугодии 2017 года у Гомельский гарвыконкам поступило омаль полторы тысячи зворотов. Это на 11% больше за отповедный летошний период. Найбольшую значность для горожан имели пытания жилево-коммунальной и дорожной господарки, працы, землекористания, будовництва и податка обкладания. На субботние промые линии с отделом керавництва гарвыконкама поступило 330 зворотов. В рамках заседания горосполкома будут предложены некоторые формы работы, которые позволят нам в следующем полугодии, уже сейчас, более тщательно, деликатно, более детально рассматривать обращения граждан. Словом, работа движется. Очень много сделано руководством горосполкома в рамках личных приемов. Их количество однозначно возросло. Поэтому на заседание горосполкома будет обращено внимание руководителей тех служб, которые пока не хотят более активно проводить эту работу. Сярута гученных становших тенденций скорочение на 12% колькости зворотов у высшие стоячие и контролюющие державные органы. Про перспективы развития Центрального района Гомеля позже размова сегодня в программе «Диалог». Гостин студии станет керавник администрации района Андрей Горбачоу. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-4» в 19.00, 20.00. Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона промога эфиру у Гомеля 77 68 45. Сегодня Гомель наведывая делегация былых вязня фашистских концлагеров. Визит проходит у рамках проекта «Золотое кольцо памяти», який стартовал у Саковику. Гомель стал одной из кропок припынку на селетнем маршруте. Наталья Игнатенко с подробностями. У рамках проекта «Былые вязни фашистских концлагеров» уже наведали белорусские Брест, Могилев и Гродно, польские Хайнуку, Супрасли, российские Бранске Москву и Азербайджанский Баку. У нашим областным центры члены делегации усклали вянки и кветки до мемориалу на площади Паустанне. Хвилинай маучанне ушановали память загинувших у концентрационных лагерах. Слезы на вачах людей, чье дятинство пройшло у нечеловечных умовах, знов и знов учить заповед, а зробить усе, каб подобное николе не повторилось. У складе делегации у дельники столичного самодеянного коллектива «Лесы», який был створен и в 2004 году в Першамайском районе Минска. За час основания коллектива живые светки войны с роками можности побывали у Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Польши и инших краинах. Маршрут «Золотое кольцо памяти» стартовал 12 марта 2017 года. Чтобы не было искажения, чтобы не было переписывания истории, мы несем эту правду творческим коллективом. Протягом памятной встречи у Гомелии стала презентация одразу двух книг у библиотецы имя Герцена. Одна из них – сборник вершов была «Война» Людмилы Бурдыка. Другое, представленное гомельскому читачу, выдание под названием «Финский капкан» належит пяру былого вязня финского концлагера Миколая Денисевича. Это рассказ про житие у лагеря смерти на оккупированной финами территории Карелии. Аутор не только описывая свои детячие успамины, а ли дополняя их звездками из архивов, на яких долгий час был грыф сокретности. Документы про советско-финскую войну Миколай Денисевич по крупицах сбирал у архивов Москвы, Минска и Петрозаводска. «Книга, в общем-то, посвящена судьбе 5250 крестьянских семей Белоруссии. Мы провели тысячи четыре дня в концлагере, в одном из 14 концлагерей, образованных финами на территории оккупированной Карелии. Все материалы, касающиеся советско-финских отношений, были засекречены». Книга «Финский капкан» выдадена невеликим тиражом. Усяго 400 экземпляров. Аутор спадяется, что его степлый укладу с праву захований историчной правды будет оценены нащадками. Наталья Игнатенко, Максим Славин, телерадио «Кампания Гомель». Народные костюмы, рушники – предмет вязкового поводу. Палац Румянцевых и Паскевича запрашая наведать выставу «Улетку да бабули». Почас ее открытия можно было не только убачить уникальные стародавние экспонаты, але и самому стать удельником народных обрадов. Вероника Ворошилина с подробязностями. Водор скошеного сена, гуссы радую, спевы ранешних пеунях – это бодай перши ассоцияции, які узникают про успоминение летних каникул, проведенных у везцы. Перенести всю атмосферу бесклопытного дятинства зараз можно у палацей Румянцевых и Паскевича. Тут открылась выстава «Улетку да бабули» и она знайомить наведвальников с народными костюмами. Кожный предмет оденим, ая свою отметную прыгажость и адлюстровывая региональные особливости. Знайшли место на выставе и такие сакральные речи якрушники. Своим, но вот самым дробным узором я нанесусь глубокий сенс и символизують непорывную совесть с протками. Открытие экспозиции нагадывалось оправданное этнографичное свято, где можно было доведаться про народные традиции и отшуть колорит сельских життя. Мы хотели, чтобы каждый присутствующий на открытии почувствовал себя немножечко в деревне. Потому что мы, горожане, очень далеки от этого, от всего. И, к сожалению, народная культура для нас, для горожан, может быть, где-то как-то и непонятно. А ведь это та мудрость, философия, которая была накоплена веками и которая хранится именно бабушками, хранителями этих традиций. Народные песни и танцы, дегустация белорусских страу, а еще ворожба и займальные майстер-классы. На открытии выставы «Улетку до бабули» можно было, например, створить уластными руками соломянного павука. Ранее таки оберег находился у каждом доме, лишился, что он сбирает дренную энергию и оберегает семью однеприемностью. Тымчасом представленные этнографичные комплексы экспозиции дают набедленникам махчимость побывать на весельих рейсбинах, завернуть до шаптухи, по удельничать у летних народных святых. Мне, например, запомнились гадания, когда девушка зажигает свечку, опускает в воду и в какую сторону поплывет свечка, с той стороны будет жених. Так что думаю, что скоро я поеду на восток искать там своего суженного. Мне очень понравилась выставка, особенно еда, она такая необычная, всякие интересные названия, я такое еще не пробовала. Также мне вспомнилось мое лето у бабушки. Жду, когда закончится моя практика, и я смогу уехать у бабушки. Выстава у летку до бабули складается с речи этнографичной коллекции Музея Гомельского Палацова-Паркового ансамбля. Усягуяна наличвая свыше трех тысяч экспонатов, большую частку за яких зараз смогут убашить на ведвальнике. У першиню за маль 100-годовую историю своего формирования этнографичная коллекция экспонуется так масштабно. Вероника Варашилина, Павел Антонов, телерадоя компания «Гомель». Гэты иншай новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить Максим Савян.